Добрый день, меня зовут Павел, я являюсь менеджером по развитию клиентов сервиса Elama. В данном уроке мы пройдемся по самостоятельным продвижениям на рекламной площадке WowBlogger через личный кабинет сервиса. Расскажу, как пользоваться данной платформой самостоятельно, найти блогеров и запустить рекламную кампанию. Итак, начнем. Что вообще такое WowBlogger? Это биржа, которая позволяет запустить рекламу у блогеров на пяти платформах сразу. О рекламных интеграциях можно договариваться с блогерами напрямую, связываться с каждым и оплачивать ему размещение индивидуально, а можно работать через официальные биржи. Большое преимущество второго варианта в том, что в этом случае все оплаты происходят официально. Вы получаете закрывающие документы на каждое размещение, а также защищены от того, что блогер получит деньги, но не разместит рекламу или нарушит техническое задание. В таком случае при работе с биржей вы получаете оплату назад. Кроме того, WowBlogger тщательно проверяет блогеров перед добавлением на биржу, на качество контента и накрутку подписчиков. И очень важно, что при работе с WowBlogger все размещения точно будут промаркированы по закону, и вы не рискуете получить штраф. Но об этом я расскажу подробнее в конце. Итак, давайте внимательно посмотрим на основные разделы площадки. Сразу после авторизации вы попадаете в каталог блогеров. Мы к нему еще вернемся. Для начала нам необходимо создать рекламную кампанию. Справа вам нужно нажать на портфель. Нас перекинет на новую вкладку. Здесь нам нужно создать проект. Справа от проектов нажимаем «Добавить». Откроется вкладка, где нам нужно задать название проекта и создать рекламную кампанию. Вписываем название и описание, чтобы вы могли различить разные проекты. После этого нас перекинет на новую вкладку, где начинаем основной этап. Нажимаем «Подобрать блоги» и система перекинет нас на знакомую уже страницу. Здесь и начинается ваша основная работа, а именно с подбором подходящих вам блогеров. Перед поиском настоятельно рекомендую разобрать вашу целевую аудиторию, выписать основные характеристики и понять, на каких блогеров они могут быть подписаны. И только после этого можно искать подходящих блогеров. Возвращаемся к нашему разбору. На странице каталога вы можете отфильтровать блогеров по категории – социальной сети, стране, городу и другим параметрам. Разберем каждый из них. Для начала, если вы знаете какого-то определенного блогера, который вам интересен, или знаете его социальную сеть, где бы вы хотели разместить рекламу, то можете найти его через поиск. Сразу отмечу, что на данный момент в базе более 40 тысяч блогеров, но в публичном доступе более 8 тысяч блогеров. И база постоянно пополняется. Если не нашли подходящего блогера, то нужно подобрать через менеджеров вам блогеров. Они помогут вам сделать подборку по вашим брифам. Но вернемся к нашему варианту продвижения. Если у вас нет на примете блогера, то можно найти через фильтры. Первое – это категория. На данный момент в категории около 37 различных тематик, начиная от автомобилей и заканчивая категорией 18+. Есть даже и такая. Здесь выбираем подходящую для нас тематику. Далее. Можно выбрать социальную сеть, в которой блогеры сделают рекламу. Их всего 5. Это Instagram, YouTube, Telegram, Zen и ВКонтакте. При необходимости вы можете выбрать пол блогера – мужской или женский. Так, например, это нужно, если продвигаемая вам продукция подходит только девушкам и хорошая вовлеченность будет от девушки-блогера. Также мы можем отфильтровать показатели по подписчику у блогера, указав минимальный и максимальный порог. Далее можно выбрать охват. Это один из показателей эффективности у блогера. По нему можно понять количество уникальных пользователей, которые смотрят посты, сториз или видео по отношению к подписчикам. Также можно сделать фильтр на цену за размещение. Также вы сможете отобрать блогеров, отталкиваясь от вашего бюджета. Есть фильтр CPV – это стоимость одного просмотра. Так вы сможете примерно понять, сколько будет стоить просмотр рекламы для одного пользователя. Далее при необходимости можно выбрать страну и город. Есть необходимые какие-нибудь локальные блогеры. Например, если ваш магазин находится только в определенном городе. После данных настроек на вкладке «Блоги» можно увидеть список блогеров по вашему фильтру. В карточке вы можете увидеть название канала, аватарку. Под названием будет описание из канала. И с самого низу располагается категория, к которому относится блогер. В правом углу аватарки вы можете увидеть социальную сеть, где блогер размещается. Справа в карточке вы можете увидеть основные показатели, такие как количество подписчиков, охваты и цена размещения, как показано на первом примере. Также у некоторых блогеров вы можете увидеть дополнительную информацию. Например, какая целевая аудитория у него, а именно соотношение подписанных мужчин и девушек. И в некоторых случаях распределение подписчиков по возрастной категории, как показано в втором примере. Если блогер ведет блог в нескольких социальных сетях, то вы можете увидеть в нижней части аватарки и другие площадки. На третьем примере вы можете это увидеть. Нажав на них, вы сможете перейти на его блог или социальную сеть и ознакомиться с ним. Когда вы нашли необходимого блогера, то вам нужно нажать на кнопку «Добавить», и он попадет в ваш проект. Если перед подбором блогеров не была создана рекламная кампания, то система автоматически предложит создать ее вам. Далее нажимаем кнопку «Перейти к подборке». Нас перекинет на новую вкладку, где мы можем проверить список блогеров. И при необходимости убрать ненужных, нажав на корзинку справа от карточки. К каждой карточке мы можем настроить количество размещений, нажимая на «Плюс» или «Минус». Также есть основные критерии для рекламной площадки, где рекламирует блогер. Пройдемся по некоторым примерам. Итак, на первом примере у блогера можно купить размещение в Телеграм в виде поста на 24 часа. На втором примере можно увидеть, что у блогера, который размещается только на Ютубе, можно выбрать размещение до 2 минут в начале, в середине или в конце видео. При необходимости убираем ненужный. Или есть блогер, который размещается на нескольких рекламных площадках, такие как Ютуб, Инстаграм и Телеграм, как на третьем примере. При необходимости можно убрать ненужные площадки или оставить все. Например, оставить только размещение в Инстаграм, где будет 4 последовательных сторис по 15 секунд. Также вы можете заметить, что у нее можно размещаться в Ютубе только в начале видео. Нет выбора в середине или в конце. Другими словами, только сам блогер выбирает, как он хочет размещать рекламу у себя в ролике. Итак, после окончательного выбора мы нажимаем кнопку «Перейти к оплате». Система автоматически посчитает окончательную сумму для оплаты интеграции. Деньги должны быть на балансе рекламной площадки, иначе система не даст вам продолжить. После того, как нажмете кнопку «Оплатить», деньги с баланса не списываются, а пока халдируются. Другими словами, замораживаются. Это можно посмотреть, если нажать сверху кабинета на баланс. Деньги спишутся окончательно только после публикации. На следующем этапе мы настраиваем кампанию, указываем желаемый период размещения. При необходимости мы можем указать «Разместить как можно скорее». Пишем общетехническое задание для блогера и указываем дополнительную информацию, например, ссылку на пост или изображение для публикации. Далее нас перекидывают на новую вкладку. Здесь два раздела. Это «Блоги», где отображаются блогеры, с которыми мы общаемся, и описание рекламной кампании, на которой ориентируется блогер, и при необходимости чате вы можете согласовать некоторые изменения. После этого идет обратный отчет, а именно согласование с блогером. И мы ждем, когда каждый из блогеров нам ответит. Итак, справа напротив блогера вы можете нажать на «Облачко» и перейти в чат с ним. Если блогер согласится, то он предлагает дату размещения, когда он сможет разместить. Но в рамках того периода, который вы указали. Вы можете принять или отказаться от предложенной даты. После подтверждения даты размещения начинается согласование рекламной кампании, где вы сможете обсудить с ним некоторые моменты при публикации. Например, назначить нужную дату размещения, или они сами напишут или уточнять некоторые моменты перед публикацией. При необходимости вы можете также утвердить публикацию или отклонить. И, наконец, идет финальная часть. Это итоги размещения. После размещения всех публикаций нам откроется новая вкладка. Здесь отображается стоимость – это сколько мы потратили на блогеров, охват и CPV – стоимость одного просмотра. Также в чатике блогер может загрузить итоги размещения, например, ссылку на пост, или видео, или статистику по публикации. И поговорим о наболевшем – это маркировки рекламы. Зайдите в раздел «Закон о рекламе» в кабинете «Лама» и на вкладке «Аккаунты» укажите для аккаунта «Вау-блогер» карточку рекламодателя. Это обязательно нужно сделать после создания рекламного аккаунта. Данные из вашей карточки рекламодателя в «Елама» подтягиваются в кабинет «Вау-блогер». И вместо скреатива от блогера и ссылка из технического задания передаются в ОРД. Блогер получает в своем кабинете автоматически сформированную ссылку с токеном, а также вручную размещает токен поверх картинки или видео при монтаже. По итогам запуска отчет о размещении со статистикой по нему формируется в кабинете и передается в ОРД. Если вы являетесь конечным платежчиком, то дополнительно заполнять вам ничего не нужно. И еще одна возможность платформы «Вау-блогер» – при рекламном бюджете от 120 тысяч рублей вы можете заказать размещение под ключ. В этом случае всю работу от подбора блогера, составления технического задания до анализа результатов за вас бесплатно сделает менеджер сервиса. Чтобы заказать рекламу под ключ, просто оставьте заявку по ссылке в описании к этому видео. Итак, на этом все. Надеюсь, вам стало гораздо проще ориентироваться по данной рекламной площадке. И напоследок пожелаю вам удачи в подборе блогеров.